Привет, Оли, всем, ребята, с вами Лизка с корицей. Сегодня у нас пинтер-штучки, хэллоуинская версия, хэллоуинская пинтер-штучек. Ура-ура, ребята, будем делать всяких привидений, паутинки, там. Спуки с Кэрри Хэллоуин обеспечен нам в этом году, потому что я делаю пинтер-штучки хэллоуинские. Да-да! Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Лизка с корицей, там есть классные спуки с Кэрри и моди-премиум стикеры, которые мы добавляем, всякие новенькие, классненькие, вот. Вот, обязательно, там, себе добавляйте, используйте, юзайте, там, отправляйте своим френдам, бести и всякое такое, да? Набор каких-то сленговых слов использую, которые запомнила. Там розыгрыши, кстати, у нас часто проходят, возможно, уже, когда вы будете смотреть это видео, там сейчас розыгрыш, поэтому можете поучаствовать, мы там отправляем всякие приколюхи вам, классные, а вы радуетесь, вот. Такая, такая у вас задача. Погнали делать пинтер-штучки. Do you see this, метель? It's very bad. Вот, первая пинтерест-хеллинская штучка, это гирлянда с привидениями. У-у-у. Вы просили, чтобы я такое сделала. Она очень залетела в тики-токах, рилсах, пинтерестах, вот. И поэтому я это делаю. Я даже специально заказала на ВБ гирлянду такую, потому что у меня такие закончились. А она стоила 100 рублей, ровно вроде. Ну, может быть, 120 максимум. Я, если что, артикул вам оставлю, вдруг он тоже надо. Вот, потому что это самый дешевый, самый классный. А на нее есть даже режим переключательный. Сделаем привидения этих, да, волшебные привидения, светящиеся. То есть из туалетки, из туалетной бумаги. То есть туалетная бумага, это вообще такая вещь, которая используется в любых целях. То есть вещь хорошая. Я еще, мы фольгу купили. Получается, берем фольгу. Ой, нет, не знаю, что вначале берем, но я беру вот это. Ага, ага. Странные вещи у меня сейчас появляются на столе. Но какие есть. Какие есть, такие есть. Значит, вот это я тыкаю сюда. Это что ж такое? Что-то на все из рук валится. Делаем кругляшки. Это будет как бы, ну, типа голова привидения, на которую мы нахлобучиваем вот такую туалетную бумагу. И она застывает, и получается привидение. Сколько нужно фольги, я не знаю. Но это, получается, зависит от того, какой размер привидения мы хотим. Нацепляем ее вот сюда. Вот это будет одно привидение. Так, протыкаем. И вставим это. То есть вот тут одно будет. Ну, я не знаю, я вот здесь сделаю, наверное. Микки Пупик, всех сильнее. В доме чистят, да, разбыстрее. Микки Пупик, садись, конечно. Давай вместе делать пинтеры штучки. Год за годом. Небольшие города. Все для народа. Я надеюсь, вам видно, чем занимается Микки. Он же не ничего, что пьет эту воду. Я думаю, ничего страшного. Так, вот, все. Теперь туалетная бумага. Микки, отдавай вот это. Отдай. Туалетная бумага. Клей ПВА. А как этим вообще пользуются? Как этим пользуются? Ебу. Достаточно, я думаю. Теперь размешиваем. Так, делаем, как сказать, жижку с клеем ПВА и водой. Не знаю, у меня получилось много клеем ПВА. Я думаю, неважно, то есть его должно быть нормальное количество. Так много, как у меня, я думаю, не нужно. Но так получилось. И теперь туалетную бумагу мы будем засовывать в эту баночку, вынимать. Ой, сейчас, вначале я возьму, положу вот сюда кисточку и посмотрю еще раз, как она делает. Она один лист намочила, то есть тут, скорее всего, не один лист у нее. Хотя, честно сказать, непонятно, один лист у нее или нет. Ну, не знаю, может быть, даже вот так сделать, два сразу, а то она тонкая. И вот так повесится она сейчас сюда. Слушайте, она, конечно, миска неудобная, допиздает. Выяснилось, что вот такая миска лучше. В нее мы вот так вот запихиваем. Отлично! Получается, что вот так вот делаем. Должно из этого получиться привидение, когда высохнет. Вот я все-таки не знаю, но два слоя точно... Очень плохо мне. Все, я знаю, мне никогда нельзя кружиться, просто вот это не мое. Итак, мы ждем, пока это все высохнет. Когда привидение высохнет, мы, соответственно, можем продолжать сделать нашу прекраснейшую гирлянду. Вот, я не знаю, сколько они будут сохнуть. Ждем. Ну вот у нас подсохли привидения. Я, кстати, в шоке. Очень хорошо подсохли. И они прям такие, ну то есть, жестенькие. То есть, как нужно, да? Я уже попробовала мне... Я думала, что из головы фольга не будет выниматься из них. Но она вынимается. Только нужно аккуратненько. И нам еще нужно нарисовать мордочку привидению. Мордочку, да? Где-то вот, допустим, как-то... Ой. То есть, можно какие-то глазки, можно с ротиком еще, да? Можно как хотите нарисовать. Давайте вот так, да? И ротик такой, типа, у него... Он так говорит. Вот, вот такое вот привидение. Ну и, получается, дальше нам нужно... Я не знаю, надо вначале рисовать на них. Ну нет, наверное. Вынуть нужно все вот это вот. Шарики из них. Но они, в принципе, я говорю, я думала, что они вообще не вынутся. А они вынимаются из них нормально. Вот раз, все. У меня, кстати, почему-то какие-то... Какие-то из привидений очень плохо сохли. Я их на батарее сушила. Советую вам. У нас готовится, ребята, яблочный пирог. Шарлотка, так называемая. А вот сейчас что-то не вынимаются эти кругляшка. Так, ладно, я пока нарисую еще пару мордочек привидениями. У меня будет это веселенькое. Вот такой. Фух, я дорисовала все глазки. Теперь самое сложное. Нужна гирлянда. Гирлянда. Я, короче, вам артикул оставлю. Это какая-то самая... Одна из самых дешевых на ВБ гирлянд. Сейчас я пытаюсь. Я ее только что размотала, а сладкий Микки Пупик ее все обратно замотал, потому что он решил, что нужно с ней играть. Так, вот, ура. Повесила ее на себя. Можно уже включить, наверное. У нее такой вот включатель интересный. Там на видео просто она. Ничего никуда не режет. Просто вот так протыкивает. Вот. А с этой стороны как-то протыкнуть. У меня вот есть... Ой-ой-ой. Сережка моя. Может быть, я ей проткну. Потому что вот так вот я протыкаю. Беру вот этот краешек. И пытаюсь затыкнуть его сюда. О, есть. У меня одно проделось. Я вспомнила. Я зря вдевала сейчас. Потому что я хотела на несколько слоев сложить эту гирлянду, потому что она длинная, чтобы у нас она светилась ярче. Типа... Ой, а микрофон же здесь. Ладно. Я сложу раза два-три и все. Так, есть. Я в два слоя сделала. Три слоя не буду делать. В два слоя достаточно. Теперь пытаюсь это сюда сюда запихнуть. То бишь вот так вот. И вот так вот. Короче, я предлагаю так, ребята. Я доделаю. И вернусь к вам уже с готовой гирлянды, потому что я очень устала уже. Я сейчас просто к нам аккуратненько ссяду и буду это вдевать. Ну и потом покажу гирлянду. Страшная делюга у меня сейчас будет. Буду делать ужасную вещь. Я вообще боюсь пауков, паутину. Это ужас какой-то. Но мне нужно будет сделать сейчас вот такую штуку. Получается, это паутина у нас с пауком из палок и шишки. Очень странно, да, звучит? Ну, вот такая вот вещь. Для этого нам предстоит сейчас оказаться на даче, в лесу. И собрать палки. Сейчас Лиза их соберет. Собираем палки для паутины. Палки мы это у нас уже, ну, мы пройденный этап. Мы знаем, что палки они вот здесь. Вот, кстати, палка. Нам нужны. Хороша. Нам нужны палки. Чем ровнее вообще, тем как будто лучше. Но это не точно. Сейчас, вот получается и... Пиздец. Обернись, Гля, пожалуйста. Как это обернись? Там собака. Мне кажется, с ней дружить можно. Давай я пойду к собаке. Реально? Да. Такой большой. Больше, чем я. И весишь, наверное, больше, чем я. Я вешу 40. А ты? Ты сколько весишь? Я не буду тебя гладить, я боюсь. Или можно? Глеб! О, боже! Глеб, я с ним подружилась. А сфотографируй меня. Первый раз в жизни гладила бездомную собаку большую. Это все ее большой дом. Ну ладно, у меня есть одна палка, она мне подходит. Вот я не знаю, надо ли ее пополам дрючить. Пока не буду. Нам еще такие нужны. Хороша палка. У меня теперь рука в чарлике. Ой, помогите найти палки. Холодно уже, капец, как холодно. А вот тут, да, вот. А! Видел, да? Вот она. То есть чем плоха? Ничем. Да твою мать! Вау! Это ест чесное? Нет, хочу скушать. Попробуй. Стремаюсь. Не подходит для паутины. У нас должна быть ровной палки. А вот висит же. Висит груша, нельзя скушать. Идеальная висит. Просто вот давайте еще одну. У нас вообще еще дома есть палки, вроде как с прошлого раза. Они, возможно, помогут нам. Что это? Идеально. Мне кажется, если что, можно на двое поделить. О, боже, это паук! Он ядовитый. Сгинь его как-то, убери. Блядь! Блядь! Ну ладно, теперь шишка нужна. Мана небесная! Блядь! Она укатилась. Это тоже неплохо. Ха-ха! Как паук, да, уже? А там еще больше, была прикольнее. Вот она в трубе теперь. Вон она, да, дай. На, попробуй. Она такая прям хорошая, добротная шишка. Блин, ты палку мою сломал. Вот такая вот шишка у нас для нашего паука. Я только боюсь, что из меня кто-то вылезет. Здесь почему-то стоит человек и сваривает что-то. Вау! Испугались? Я, да. Вот такие палки у нас получились. Я надеюсь, они без пауков, потому что мы их не мыли, ничего мы с ними не сделали. Вот палки, шишка. На шишке вообще как будто паутина, кстати, ребят. Я очень боюсь. Но нам нужно сделать будет к Хэллоуину все-таки паутину. У меня, кстати, на футболке паутина, как видите. Знаете, что нам нужно? Нам нужно вот так палки совместить будет, типа крестом, обмотать их ниткой. У нас для этого будет использоваться нитка кулинарная, из которой мы делали в прошлом видео булочки с корицей, вот эти в виде тыквы. Хэ, вот она у нас. Вот такая вот смешная штука. Откроем пакетик давайте. Вот такая вот нитка. Положим пока. Значит, мы берем палки, вот так их складываем. И каким-то образом, видите, здесь в центре она их обмотала, чтобы они держались. Я не знаю, как она это сделала, но надеюсь, получится. То бишь, раз палка. Я думаю, у нас будет большая паутина. Два палка. Четыре палки всего. Давайте тоже так сделаем тогда. Три палки. И еще одна. Ну вот, это сломаем давайте чуть-чуть. Вот, четыре палки. Ну и давайте попробуем уже склеить сразу же, да? То есть нам нужно вот сюда сейчас будет капнуть в центр клевой пистолет, и потом замотать еще нужно будет это все. Вот так, вот так. Мне кажется, это самая сложная часть. Сейчас склеить палки. Как можем, льем клей. Клевой пистолет у меня кончился, стержень кончился. Как обычно. Я вроде поотклеил, да, приклеил. Теперь нам нужно брать нитку. В нашем случае вот эту вот кулинарную для еды. Ну, у нас что, не еда что ли, по сути? Дерево, еда. Так, и начинаем обматывать по инструкциям. Я думаю, это долго будет. Ну, может, не очень. Посмотрим. У нас все равно все будет на перемотке. Какая вам вообще разница? Ребята, у нас просто батарея рядом. Она греет очень сильно, и вот от нее воздух горячий идет мне прямо в глаза, и у меня глаза начинают засыхать как-то прям слезиться. Это как в школе зимой, когда сидишь в батарее. Я просто всегда сидел где-то сбоку, чтобы меня не видели. И вот я всегда в батарее сидел. Я все время там ссыхался. Так что не сидите в батарее, а если сидите, то выходите просто в туалет и на весь урок. Пока вот так получилось. Нужно дальше наматывать у нас, получается, делать саму паутину, точно вот так фигачит. Итак, хорошо, давайте попробуем. Я сделал паутину полностью. Вот, подклеил все где нужно. Дальше мы делаем паучка. Я посмотрел. Тут вообще в туториале ничего не показано, как его делать. Но вот на скрине видно, что он из шишки и лапок, типа маленьких веточек. Поэтому сейчас берем шишку и маленькие веточки и делаем паука. Отрываем от палочки маленькие веточки. Точнее, наоборот, от ветки маленькие палочки. Сколько их должно быть у паука? Сколько лап? Восемь, да? Я это сделал. Это ужасно. Теперь нам нужно приклеить его на паутину. Я дебил такой, ребят. Я, клятому, только что выключил и убрал. Мне же вот чем клеить? Давайте пока поддираем клевых ниток. Хотя они, правда, выглядят как паутину, в принципе, да? Но что-то мне это не очень нравится, на самом деле. Держим паука, чтобы он никуда не ушел. Я думал, там бегает кто-то, а это какая-то какашка просто. Блин, ребят, нас паука почему-то не держится вообще. Ну, я не могу так. Не люблю так. Я хочу просто приклеивать быстро и все. В общем, ребят, вот такая вот штука у меня получилась. По-моему, это просто имбище. Посмотрите на это. Клевые нитки еще отклеим. Оторвем, точнее, еще побольше, чтобы они не мешались. Вот и все, в принципе. И на подсъеме круто вообще увидеть просто имба. Страшно. Я вообще боюсь это вешать куда-то на стену. Ну, Хайллоуин, надо так делать вроде. Скидывайте в Телеграм-канал, если будете делать что-то такое. Лиск с корицей. Вот, сейчас смотрим. Следующая пинтер-штучка это корона из осенних листьев. Пока еще есть возможность собрать листочки осенние, желтенькие. Мы это делаем. И сейчас будет подсъем, как мы собирали листочки на даче. Осенние, желтенькие. Итак, ребята, буду сейчас собирать листочки для этой прекраснейшей короны. Видите, даже солнышко вышло, уже ушло. Но ничего страшного. Листья вот там, наверное. Вообще, вот тут много листочков всяких, но я что-то, не знаю, нам не нужны кленовые листья. Нам нужны такие типы, потому что, знаете, у нас будет корона какая-то такая странная. Дым какой-то. Горим. Присели. Я не знаю, просто если из таких листьев делать, то есть если их вот так. Давайте такие соберем, ты как считаешь? Чем они плохие? Ничем. Просто соберем побольше. Вот набираем. О, какой хороший. Ну, мы вроде вот такие теперь собираем. Ну, вот тут. Ай. Вот. Это рай. Здесь можно вообще, на самом деле, знаешь, сделать вот так. Присели. Ой, задницу намочили. Собираю. У меня теперь, по-моему, телефон лежит, не пойму где. Вот этот маленький очень. Ой, подбавляется, видите, сверху. Это вообще нормально, ты считаешь? Такие погодные условия вообще можно снимать в видео? Сколько нужно для короны листьев? Как будто бы хватит еще. Ой, тьфу, уже. Все тогда. Поехали делать корону. Ну, вот мы уже и вернулись с дачи, собственно говоря. Быстро мы, да? Быстро. Нам понадобится картон, из которого мы сейчас должны будем сделать себе корону, на которую будем прикреплять листья. Ну, не хухры-мухры, получается. Нам нужно как-то вот так. Сейчас все сделаем. Очень ровно, да? Но это ничего страшного. Это за листочками не будет видно. И получается вот так вот приклеиваем все вместе. И вот будет корона. Здорово, да? Здорово. А что здорово? Хочу клеить на клей-пистолет эту бумагу. Не знаю, что у меня в голове. И листья, которые мы собрали, они, получается, вот они. Кстати, так красиво выглядят, согласитесь, типа. Такие они какие-то эстетик, такие они какие-то классные. Так, приклеиваем, получается, вот так вот сюда вот это. То есть делаем так. И приклеиваем поскорее, пока ничего не засохло. Нормально. По-моему, хорошо. Тут нужно, я не знаю, насколько вот, чтобы у меня оно, да, садилось на голову или не садилось. Имба, ой, имба. Вот. Так, теперь мы, значит, заворачиваем. У меня другие листья, нежели чем на видео, потому что таких было больше на даче, и я решила собрать такие листья. Вот, значит, что имеем, из того и делаем. Вообще, я не уверена, что это надо делать на клей-пистолет, но мне почему-то, я говорю, вот у меня такое желание клеить на клей-пистолет. Ааа! Вот так вот и обжигаться им. Такое у меня сейчас желание. Что вы мне можете сделать? Желаю, чтобы вы все были здоровы. Я доделала эту корону. Просто посмотрите, как прикольно. Вот такая вот корона, ее можно любой из сторон прик... При, при, это, при, ну, как это сказать, господи... Любой стороной ее можно, короче, какой нрав... Ааа! Вот какая... Мне больше вот эта сторона нравится. Вот такая вот ее. Вот такая красота у нас получилась. Ребята, кто будет делать эти прекраснейшие пинтерест-штучки хэллоуинская версия, то скидывайте в телеграм-канал Лизку с корицей. Буду ждать, буду лайкать. Вот сейчас, кстати, повставляем ваши поделочки, пинтер-штучечки, которые вы делали из предыдущих частей. Вот, потому что, ну, вы тоже стараетесь. Мы выкладываем. Вот самые красивые всякие фоточки выбираем. Вот там. Вы молодцы тоже. Ну и на канал подписывайтесь, лайк ставьте. Вот так вот нам там сердечки, лайки там. Всем пока-сики, ребята. Кто досмотрел до этого момента, пишите слово паутина в комментариях, потому что мы сегодня делали паутину, то есть Глибик сделал паутину. Пишите слово паутина, либо же смайлики есть такие. Паутина, вот стынь-тынь-тынь, да, такие вот паутинские, хэллоуинские, то есть спуки-скерри. Вот, боюсь пауков и паутины, кстати, очень сильно, но Хэллоуин, ребята, приходится смириться с этим и не бояться. Реально? Да. Ну давай. Только без палки надо. Привет, песик. А я так просто гуляю. Вот. А ты на солнышке греешься, да? Такой большой. Такой большой. Больше, чем я. И весишь, наверное, больше, чем я. Все. Ты тебе будешь это еще делать? Просто. А что, ты не убрался? А что, я не успел еще? Тогда не зови меня. О, леска встала. Нужно еще... Да, у меня... Do you see this метель? It's very bad. I don't want to go to the... туда. It's very bad weather. Итак, ребята. С адресом. Каким адресом? Твою мать, блядь. Каким адресом ты ее? С каким, блядь, адресом нет проблем. Доб твою мать. А где вообще Глеб? Мне вообще непонятно. Перук надо отследить. Я там, лучше дома шишки. А хотя вдруг дома... А это поеденная какая-то. Я не пахал. Ой. Да твою мать. Ах, да блядь. Сука. Ах. Сука. Ах. 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 Продолжение следует...